Ленажная система не продумана. Куда будет вот здесь вода уходить? Эти кадры на свой видеорегистратор снял житель поселка Татваленко Аяз Садреев. По новой дороге он каждый день добирается на работу в Казань и возит детей в садик. Если зимой чаще застревали из-за сугробов, то сейчас из-за талой воды. Щебенка, которую они сейчас насыпали, сделали, она уже в ямы превращается. Это еще снег не растаял, она вот сейчас растает до конца. Эти ямы будут очень большие, лужи. И, скорее всего, есть места, где даже размоют дорогу. Чтобы оценить глубину колеи, которая образовалась на этой дороге, достаточно одеть резиновые сапоги и пройти здесь. И это только начало, в ближайшее время начнет таять. И вот это снежная гора, и легковым машинам здесь уже будет просто не проехать. По документам, Татваленко относится к Приволжскому району Казани. Щебеночную дорогу здесь проложили 4 месяца назад, и пока она нигде не числится, а значит, никто не отвечает. Для жителей это новая дорога. Она длиннее на 4,5 километра. И проложили ее как альтернативу старой, которую перекрыли из-за близости к нефтепроводу. Когда было осуществлено интенсивное строительство Брайт-парка, и большегрузная техника интенсивно стала передвигаться через наши магистральные нефтепроводы, мы приняли решение блокировать этот переезд. На сегодня позиция нефтяной компании не изменилась. Как нам сообщили в пресс-службе, короткий проезд не откроют даже для местных жителей на легковушках. Между тем, в Татваленке живут 60 человек, и дети, и пожилые, и инвалиды. И щебеночная дорога для них – дорога жизни. Но сейчас нет ни ее, ни старой. Песча на Ковале. Тут 5 минут и в магазине. А теперь? А теперь что надо? Ну, я не знаю, сколько ехать надо. Из-за бездорожья не едут такси и скорая. Новой дороги до сих пор нет в навигаторах. Какая скорая? Нас знать-то не знают, мы здесь есть или нет. Как выяснилось, новую дорогу в поселок Татваленка после резонансов в СМИ проложили специалисты глав Татдор Транса по личному поручению президента Татарстана. Согласно тендеру, почти на 29 миллионов асфальт на этом участке не предусмотрен. Только щебеночное покрытие. И все работы уже выполнены. Вот только чтобы за дорогой следили и чистили, и чтобы она наконец-то появилась на карте, должно пройти еще немало согласований. И первые шаги должны сделать городские власти. Мы должны обратиться в Минземьимущество, передать ее в собственность республики, чтобы эту дорогу передать в оперативное управление Гластаддор Трансу. Тогда мы ее будем содержать. А сейчас, пока ее у нас в оперативном управлении нет, мы не можем ее содержать. По словам жителей, этой зимой дорогу им чистили городские службы. И это помогло им прожить зиму. Но впереди еще большая вода. Юлия Гоглева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.